всем привет меня зовут лена и это канал магазина куга самокат точка ру который является официальным дилером электросамокатов куга на территории россии сегодня у нас 23 февраля день защитника отечества и несмотря на немного противоречивую историю этого праздника я хочу поздравить с ним всех наших дорогих мужчин и хочу пожелать вам здоровья и силы духа чтобы добиваться побед на всех жизненных фронтах а также мужества и мудрости чтобы с достоинством переживать неудачи и поражения и извлекать из них ценный опыт и конечно же любви заботы и поддержки близких потому что один в поле не воин ну и конечно же связи с этим праздником мы просто не могли не посвятить наш ролик именно мужчинам так что сегодня я хочу рассказать вам про топ-5 электросамокатов для мужчин мы уже выпускали похожее видео но про пятерку лучших самокатов для девушек и именно то видео появилось первым на канале отнюдь не просто так так как сценарий я вопреки мнению некоторых полностью пишу себе сама то мне не составило труда полагаясь на свой опыт и свое мнение выбрать и рассказать про лучшие самокаты на все случаи жизни полагаться на свой опыт при выборе самокатов для мужчин как вы понимаете мне гораздо сложнее при составлении женского рейтинга я хотела взять несколько моделей именно из разных категорий они просто взять обычные чистые городские самокаты и сказать вот есть самокат он маленький и быстрый этот самокат лучше потому что он быстрее а этот еще лучше потому что он самый быстрый нет я сравнивала сразу множество параметров и мягкость и комфорт простота обслуживания мощность и что немаловажно соотношение всего этого с ценой именно поэтому с 1 я поставила в рейтинге выше чем есть 3 потому что за небольшие деньги вы получаете максимум удовольствия и минимум проблем к сожалению когда я готовила тот ролик я еще не знала что к нам уже приехала новинка этого года куга с 1 плюс это самокат который вполне может стать универсальной городской моделью и составить неплохую конкуренцию куга с 3 про и куга м 2 про обзор на эту модель вы уже можете посмотреть на нашем канале по ссылке в описании под этим видео а если вы ждете тест-драйв то подписывайтесь на наш канал и дзынькайте в колокольчик тогда как только потеплеет и мы выпустим видео то вы узнаете об этом первым но вернемся к нашему топу электросамокатов для мужчин при его составлении я старалась руководствоваться теми же принципами и подобрать самокаты под разные категории людей и под разные запросы естественно я советовалась нашими менеджерами и с нашим оператором с которым мы катаемся и конечно кое-где наши мнения разошлись ну раз уж так сложилось что ведущая канала это я то я расскажу все именно так как это вижу я возможно многие из вас со мной не согласятся но как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные начну я опять-таки с конца на 5 место мы довольно единодушно решили поставить куга x1 это универсальный солдат который подходит и мужчинам и женщинам он быстрый легкий и удобный x1 имеет номинальную мощность 600 ватт с напряжением 48 вольт что позволяет ему разгоняться до 45 километров в час эти цифры заявлены производителем и они не раз подтверждались нашими тестами аккумулятор емкостью 13 ампер часов по словам производителя способен проехать до 40 километров на одном заряде но это только при спокойной и экономичной езде если вы хотите активной езды то в среднем он проезжает 32 35 километров что для города тоже не так уж мало колеса у x1 небольшие передняя надувная диаметром восемь с половиной дюймов задняя из литой резины диаметром 8 дюймов дорожный просвет в самой низкой точке составляет 11 сантиметров относительная мягкость хода обеспечивается небольшим амортизатором рулевой стойки и двумя закрытыми амортизаторами у заднего колеса задняя подвеска довольно мягкая и пружинистая что позволяет самокату хорошо справляться с неровностями и бордюрами к тому же благодаря небольшому весу 18 килограмм на бордюры при должной сноровке можно слегка запрыгивать на ходу возможно многие зададутся вопросом почему же в женском рейтинге куга x1 занял первое место а тут всего лишь 5 дело в том что по нашему с оператором мнению x1 отлично подходят девушкам и парням с весом до 80 ну максимум 85 килограмм хотя первая партия x1 в прошлом году была оснащена более мощным контроллером и эти самокаты были гораздо динамичнее очень жалею что в то время не оставил один экземпляр в свое личное пользование потому что следующих партиях вероятно из-за проблем с перегревом мотора куга стали ставить контроллеры слабее и x1 заметно потерял в мощности если с моим весом в 57 килограмм он еще и может разогнаться до заявленных 45 километров в час то с весом в 100 килограмм максимальная скорость падает до 39 разгон становится не таким динамичным не во все горки он уже может въехать с таким весом но и ни для кого пожалуй не секрет что ему приходится периодически подтягивать рулевую стойку чтобы не было люфтов соответственно легкой девушки придется это делать значительно реже а чем больше будет нагрузка и чем агрессивнее езда тем быстрее будут разбалтываться крепления единственное преимущество у вас на нем будет при торможении на x1 помимо рекуперации с 5 степенями настройки стоит барабанный тормоз на заднем колесе барабанный тормоз имеет свои плюсы в том что он подвержен меньшему износу чем дисковые тормоза благодаря тому что на него не попадает вода и пыль с песком и он не начинает издавать посторонних скрипов и свистов что тоже бывает неприятно но из-за литой покрышки с легким райдером колесо просто-напросто блокируется и скользит по асфальту а чем больше вес наездника тем лучше сцепление и короче тормозной путь именно это в некоторой степени ограниченность по весовой категории по большому счету и определила кандидата на четвертое место мы посовещались и я решила поставить на него куга м5 и решение это было крайне трудным потому что выбирали мы между куга м5 и куга g booster и я знаю что в меня сейчас полетят тапки и другие посторонние предметы потому что бустер это классный полноприводный самокат у которого есть целая армия поклонников и собственный телеграм-канал и я бы не сказала что им 5 по ощущениям чем-то лучше чем бустер нет но помните я говорила что я хочу сделать максимально разнообразную подборку и наш выбор продиктован именно этим м5 в отличие от же бустера имеет только одно мотор колесо мощностью в 1000 ватт но большого плюсов полноприводности бустера мы как-то не ощутили из-за сидения большая часть веса на нем сконцентрирована на задней оси поэтому при подключении переднего привода колесо просто постоянно буксует и скорее раздражает чем помогает чем-то максимальная скорость у них отличается всего на пять километров у бустера заявлены 60 километров в час а у м5 55 по факту с нашим оператором на обоих самокатах она была на пять километров меньше заявленной и на бустер и на м5 возможно установить сидение которое идет в комплекте так что ленивым жопком подходят оба самоката а из тех кто любит ездить стоя бустер подойдет не всем из-за слишком короткой рулевой стойки можно конечно докупить и нарастить но тем не менее без доработок комфортно ездить смогут только люди с ростом около 175 и ниже регулировки руля по высоте на бустере нет в принципе в сложенном состоянии рулевая рейка у него никак не фиксируется и переносить его крайне сложно m5 хоть и весит больше заявленного в сборе сиденьем аж 35 килограмм но грузить машину его оказалось проще аккумулятор у m5 имеет емкость 21 ампер час что на 2 ампера меньше чем у бустера и проедет он конечно поменьше чем бустер но и стоит он на 14 тысяч и дешевле и еще на мой выбор повлияло то что если вы весите много и вам нужен быстрый самокат вы легко подберете себе пару-тройку моделей но если вы тяжеловес то m5 из всей линейки куга подойдет вам больше всего он способен выдержать до 160 килограмм до бустера заявленная грузоподъемность тоже не маленькая 150 килограмм но меня смущает его эластомерная подвеска которая вряд ли долго выдержит активную езду с большой нагрузкой свою очередь пружинные амортизаторы на передней и задней подвеске m5 выглядят конструкции более простой может чуть менее мягкой и комфортной но зато более долговечной и надежной у m5 усиленная неубиваемая передняя вилка колеса мощный металлический багажник на которой можно дополнительно установить корзину у него 11 дюймовые бескамерные шины с крупным рисунком протектора в общем m5 это настоящий бронетранспортер среди самокатов он отлично подойдет для загородной местности для дорог с плохим асфальтом и вовсе без асфальта да и для тех мест где и дорог то в принципе нет тестируя его для нашего обзора мы прилично покатались на нем по лужам грязи корням с горки в горку по лестнице и так далее и при этом он проехал больше 50 километров на одном заряде в общем если вам не так важна скорость и резкий подрыв но нужна мощная тяговая вездеходная лошадка то m5 вам отлично подойдет ну и в противовес такому самокату как м5 на третье место нам хотелось поставить что-то быстрое легкое и драйвовое ну что уже догадываетесь какой самокат тут может быть конечно же это куга g2 pro этот самокат просто олицетворение дерзости и драйва он не лишен недостатков но многие утверждают что в своем сегменте это пока что лучшее сочетание цена-качество он также как им 5 имеет мотор колесо мощностью 1000 ватт с напряжением 48 вольт максимальная скорость у него заявлено до 60 километров в час но тут она несколько завышена наш оператор с весом около 100 килограмм разгонял его до 46 50 километров в час в зависимости от погодных условий аккумулятору g2 pro имеет емкость 15 ампер часов максимальная дальность пробега на одном заряде заявлено 50 километров а по факту она будет очень сильно отличаться от вашего стиля езды возможно проехать и 50 километров тихо и размеренно но поверьте этот самокат будет всем своим существом мешать вам так ехать а при активной езде пробег будет среднем на уровне 35 километров отличительной особенностью g2 pro является его резкий подрыв с места и моментальный разгон и это и плюс и минус одновременно проблема в том что плавность старта у него никак не настраивается и тихо плестись на нем в потоке пешеходов достаточно затруднительно чтобы самокат постоянно не дергался не рвался вперед и не вставал на дыбы порой приходится прилагать немало усилий подвеска у него эластомерная также как на g booster но g2 pro кажется мягче и прыгучее на нем также как на x1 некоторые бордюры возможно преодолевать в прыжке хотя 10-дюймовые надувные колеса и клиренс в 17 сантиметров позволяют вообще мало задумываться о бордюрах но еще одним огромным достоинством g2 сильно выделяющим его на фоне других мощных самокатов является его собственный вес он весит всего 25 килограмм минусом могу отнести коротковатый и не регулирующийся руль который в сложенном состоянии также как на бустере никак не фиксируется и не ахти какие крылья которые выглядят интересно но не сильно уберегут вас отбрызг на влажном асфальте дизайн тоже многим придется по вкусу и привлечет внимание он выглядит брутально и молодежно резиновое покрытие деки с необычным рисунком с красиво переливающейся красной подсветкой противовес m-серии с ю новогодней гирляндой необычное крепление рулевой стойки к деке задний плавник с металлическими шипами при этом он выполнен из довольно качественных материалов и хорошо собран и он определенно оказался бы выше в нашем рейтинге если бы ни одно но этот самокат создан исключительно для тех кто хорошо ездит и любит погонять это не самый лучший выбор для начинающих райдеров и совсем не подходящий самокат для тех кто любит тихие и спокойные покатушки таких людей g2 pro будет скорее раздражать чем радовать поэтому из-за такой специализации и некоторые ограниченности всего лишь третье место и второе место занимает самокат который ну просто максимально широк в возможностях его применения на улицах вы сто процентов чаще увидите именно его конечно же это куга м4 про и такое высокое место у него именно благодаря его универсальности и низкой цене м4 про имеет мотор колесо мощности 600 ватт с напряжением 48 вольт что позволяет разгоняться ему до 50 километров в час и по заявлениям производителя и по нашим тест-драйвом я со своими 57 килограммами разгонялась даже чуть быстрее м4 про есть три варианта аккумуляторов на 13 с половиной ампер часов 17 ампер часов и 18 ампер часов можно выбрать на любой вкус но оптимальнее по цене на мой взгляд это 17 амперная версия он способен проехать до 50 километров на одном заряде и эти цифры подтверждались нашими тестами причем при вполне активной и динамичной езде они в щадящем режиме м4 про неплохая мягкая и комфортная подвеска и клиренс в 13 с половиной сантиметров колеса диаметром 10 дюймов надувные с универсальной резиной да она слегка шумит на асфальте но зато и влажного грунта не испугается на нем можно ездить как стоя так и сидя у него складывается рулевая стойка складываются рукоятки руля его легко и удобно переносить в сложенном виде он поместится в любой багажник автомобиля и при необходимости с ним можно зайти и в общественный транспорт весит он около 23 килограмм плюс минус килограмм зависимости от батареи у него большой диапазон регулировки руля и на нем могут кататься и высокие люди и низкие и дети и мужчины и женщины он не так уж сильно уступает по динамике мощным самокатом но в то же время на нем можно ехать легко и расслабленно он подойдет всем почти на все случаи жизни в то же время m4 pro примерно как наш автоваз простой дешевый и ты по мелочи у него что-то все время подкручиваешь то стал побрякивать плохо закрепленный контроллер внутри деки то начнут поскрипывать амортизаторы то тормоза нужно отрегулировать то рулевую стойку подтянуть хотя это по большому счету все не критично и на ходовые качества особо не влияет скорее будет просто вам докучать если вы перфекционист как я а если пофигист то половину из вышеперечисленного вы можете просто не заметить я даже не знаю что еще можно про него добавить с учетом его цены m4 pro это золотая середина и по-настоящему народный самокат но среди тех кому не нужна большая батарея а важно сэкономить бюджет набирает обороты его близкий собрат куга max speed у него такой же мотор но батарея на 11 ампер часов с которой он может проехать до 30 километров на одном заряде но у макс пида есть пара небольших преимуществ его батарейный отсек выполнен как цельный металлический сварной короб и закрывается крышкой сверху это гораздо надежнее чем пластиковая крышка снизу батареей как на м4 pro у макс пида более удобная и устойчивая подножка и главное макс пид понравится тем кто ездит и сидя и стоя у него в отличие от м4 pro гораздо быстрее полностью убирается крепление для сиденья на м4 pro для этого придется перебрать всю заднюю подвеску ну и наконец-то мы добрались до первого места лидером нашего рейтинга для нас с оператором безоговорочно стопроцентно является куга g1 и тут я думаю многие с нами согласятся g1 это безусловно один из лучших самокатов у куга и по техническим характеристикам и по качеству сборки у g12 мотор колеса по 1000 ватт каждая но напряжение увеличено до 52 вольт что делает g1 одним из самых быстрых и динамичных самокатов производителям заявлена максимальная скорость в 60 километров в час я думаю если бы у меня была защитная экипировка то я вполне смогла бы разогнать его до такой скорости но его тестировал наш оператор который чуточку потяжелее и с ним максимальная скорость была только 55 километров в полноприводном режиме при этом высокий вольтаж позволяет ему быстро разгоняться и тянуть в горы даже лучше чем джи бустер у которого казалось бы номинальная мощность моторов больше батарея емкостью 18 2 ампера позволяет проехать ему до 70 километров в экономном режиме для этого у него на руле и специальная кнопка эко но в обычном режиме реальный пробег будет где-то около 40 километров все будет зависеть от вашего веса и интенсивности езды у нас с оператором получалось проехать на нем и 50 километров на одном заряде но главное достоинство g1 на мой взгляд не в мощности и динамичности и отнюдь не в батарее а в его подвеске сочетание маятниковой подвески с регулирующими пружинными амортизаторами дало шикарный результат g1 самый мягкий и самый комфортный самокат из всех на которых я каталась он будто бы не едет а плывет по асфальту 10-дюймовые надувные колеса с шоссейной резиной шириной 8 сантиметров отлично смягчают мелкие неровности и гасит небольшую вибрацию а пружинистая подвеска с большим запасом хода и высоким дорожным просветом в 19 сантиметров позволяет ему очень плавно преодолевать различные бордюры и ступеньки единственный его минус это просто отвратительные пластиковые крылья которые во-первых совершенно не выполняют свою функцию защиты от брызг а во-вторых брякают о колесо при проезде бордюров лежачих полицейских и так далее ну и еще кого-то может оттолкнуть цена и его собственный вес в 36 килограмм рулевая стойка у него не регулируется по высоте но она была удобной и для меня с ростом 170 и для нашего оператора высотой 185 сантиметров в настройках бортового компьютера можно настроить под себя силу ускорения и рекуперативного торможения длинная и удобная дека широкие рукоятки руля и выпуклая форма покрышек помогает в управлении позволяя самокату слегка наклоняясь из стороны в сторону мягко лавировать между пешеходами честно сказать сейчас рассказывая именно про g1 я больше всего скучаю по лету и самокатом потому что катаясь на нем ты получаешь истинное удовольствие и на данный момент для меня это определенно лучший самокат куга хотя возможно у него уже появился конкурент буквально сегодня к нам должна приехать еще одна новинка этого года этот самокат внешний по конструкции очень похож на куга g1 у него такая же батарея и два мотор-колеса мощностью по 800 ватт но по всей видимости его пытались сделать более компактным и более легким и это весьма любопытно если вы первыми хотите увидеть самый классный и самый полный обзор на куга x8 без получасовых распаковок коробки то подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик вот такой у нас получился рейтинг надеюсь что я смогла достаточно аргументировать нахождение в нем того или иного самоката но если вы все же не согласны со мной то высказывайте свое мнение в комментариях также вы теперь можете оставлять свои отзывы непосредственно на нашем сайте угасамокат точка ру формы для отзывов есть на страничке с подробной информацией о каждом самокате этим вы поможете даже не столько на сколько другим пользователям которые не могут определиться с выбором а я с вами прощаюсь как всегда с вами была лена и магазин куга самокат берегите себя и до скорых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok